О ходе реализации государственной программы развития АПК поговорим сегодня. В нашей студии первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. Кайрат Капарович, добро пожаловать в нашу студию. Добрый день. Итак, сегодня вы лично подводили итоги реализации первого полугодия. Какие изменения есть по отраслям? Я хочу привести примеры по итогам уже 7 месяцев. Уже есть официальная информация по итогам 7 месяцев. Надо сказать, что в рамках реализации программы, государственная программа развития АПК на 17-21 годы, подписана президентом главой государства 14 февраля от текущего года, и можно подводить первые итоги реализации программы. Надо сказать, программа реализуется порядка 6 месяцев, и сегодня результаты оптимистичны, и сегодня можно сказать, что есть показатели. Если мы планируем по итогам года достичь роста воловой продукции сельского хозяйства на 2,5%, по итогам 7 месяцев данный показатель составляет 3,1%. Это по сельскому хозяйству. По таким, как производство продуктов питания, рост в этом году за 7 месяцев составил 7,5%. Это очень хороший показатель, и мы считаем, что программа уже начала действовать, и с первой результатой данной программы. Сегодня также надо сказать, что новые направления есть. Сегодня мы в преддверии уборки урожая. Буквально в южных, западных и восточных Казахстанах уже уборка начата. И сегодня из той площади, которая начата, уже собран урожай порядка 1,8 млн. Урожайность по этим регионам, где начата уборка составляет 2,1%. И сегодня мы можем подводить итоги и по растению животноводства, и по растению животноводства. Идет рост по голове основного стада. Это именно КРС, это именно по лошадям. Я хочу привести пример, что на сегодняшнюю дату количество лошадей уже перешагнуло те советские рубежи, которые достигались в Советском Союзе. И у нас рост по голове идет и по птице, по КРС, и по овцам. Поэтому показатели есть, и именно растет продуктивность. Самое это, что даже сравнено с советскими показателями, сегодня по ряду продукций у нас уже показатели перекрыты советских времен. Есть чем гордиться, особенно по зерну, по производству, скажем, масличных культур. В этом году наращивается именно рост, идет такая дефицитикация в рамках госпрограммы. В этом году увеличены посевы востребованных культур. Под востребованным мы имеем такие культуры, как кичмень, которые необходимы для животноводства, масличные культуры, такие как чечевица, новая культура относительно, скажем, мира. Сегодня Казахстан отсеился в этом году 295 тысяч гектаров чечевицы. Это очень востребованная культура на мировом рынке. И сегодня по площадям мы занимаем пятое место в мире. И по экспорту, я думаю, по итогам года мы будем тоже докладывать, мы займем ориентировочно четвертое место в мире по экспорту чечевицы. Очень востребованные культуры, это масличные культуры, это лен, рапс, сафлор, подсолнечник. Сегодня Казахстан наращивает именно в этом направлении. Надо сказать, что увеличение по масличным культурам ежегодно происходит. Я хочу привести пример, как идет диверсификация в одной взятой области, это северо-казахстанская область. В этом году, скажем, что они увеличили порядка до 800 тысяч гектаров масличных культур. В следующий год у них планка 1 миллион гектаров. И увеличение также бобовых. То есть, это реальная диверсификация идет по всему Казахстану, но как положительный пример, можно привести северо-казахстанскую область. Это только одна область? Одна область, да. Но в целом в областях идет увеличиваться площади под сахарной свеклой. Я просто приводил еще примеры такие, что 3% сахара, который мы употребляем, в 2015 году это составлял сахар, произведенный из отечественной сахарной свеклы. Это очень маленький показатель. И 97% сахара завозилось в Казахстан в виде белого сахара или в виде сахарного тростника. От 2016-2017 год наращивается именно площади под сахарной свеклой. В этом году площадь сахарной свеклы составляет в Алматинской, Джамбульской и Северо-Казахстанской области. Это 18 тысяч 400 гектаров. Ежегодно рост идет, и мы делаем именно замещение импорта именно производством нашей сахарной свеклы. То есть в этом году хозяйке дефицита сахара испытывают? Нет, сахара нет. И в этом году, вы видите, даже в сезон повышения такого резкого сахара не было. Почему? Потому что именно были созданы стабилизационные фонды. Даже по стране сахар сегодня именно город Алматы, Астана. И вы видите, что по областям такого резкого сахара нет. Хотя ежегодно это происходило в сезон, скажем, солений и варенья. Но сегодня такой ситуации нет. И уже стабилизировались именно менеджмент и акиматы областей. Он принимает те меры, чтобы стабилизировать цены на ту востребованную продукцию питания. Давайте поговорим об урожайности. Уборочная кампания началась. Какой прогноз, по каким культурам? Сегодня уже урожай стартовал в южных регионах страны, на востоке и на западе. Сегодня только-только основные зерносеющие районы у нас три области. Это Северо-Казахстанская, Кустанайская и Акмолинская области. Примерно по счетам экспертов в этом году урожай стартует практически 20-24 августа. В этом году созревание культур примерно на уровне прошлого года. Надо сказать, по именно качеству посевов и так далее в этом году ситуация лучше. Сегодня ситуация лучше не только, скажем, по урожайности. Примерно мы прогнозируем, что урожай в этом году в среднем составит 12,6 гектара. Это по пшенице? Да, по зерновым. И по зерновым культурам. И воловой сбор зерновых культур прогнозируется на уровне 19,2 гектара. Это хороший урожай, но дело не только в количестве. Главное, чтобы был качественный урожай. Пять лет вы прекрасно знаете, в течение пяти лет качество зерна казахстанского ежегодно снижалось. Я хочу привести примеры, что в 2011 году из всего урожая собранной пшеницы 88% было качественной пшеницы третьего класса и выше 88%. В прошлом году ровно в половину она упала, составила 44%. Поэтому задача Министерства сельского хозяйства именно получать высокий урожай и качественное, главное, качество. Потому что качественная пшеница более востребована на рынке и она сегодня имеет хорошую цену. Сегодня предприняты такие шаги. Во-первых, в этом году мы начали субсидировать. Если в прошлом году субсидировалась семена первой репродукции по пшенице, то мы отменили это и субсидируем суперлиту и элиту. Это дало сразу же, скажем, такое кардинальное изменение. Сельхозпроизводители, поняв, что государство им помогает, реально сделало то, что сегодня в этом году, посев качественными семенами элиты, возрос в полтора раза. За 25 лет такого скачка не было. И надо сказать, что уже именно сельхозпроизводители голосуют своим кошельком, он считает деньги. И сегодня также по минеральному удобрению. Компоненты, именно первый лимитирующий фактор для Казахстана для получения высокой урожайности, это влага. Второе, это именно качественные семена, третий, это именно применение минеральных и органических удобрений. И четвертый фактор, это защита растений, это похимизация. Поэтому на погоду мы влиять не можем, но на три фактора, и именно Министерство сельского хозяйства, Акиматы, государство может оказать влияние. И в этом году это положительно сказалось, и мы сегодня, объезжая поля, видим, допустим, беседуя с сельхозпроизводителем, что в этом году они выражают благодарность главе государства, правительству, Министерству сельского хозяйства за то, что приняли такие правила, которые реально при том же бюджете сделали, скоординировали и направили средства именно на те задачи, которые раньше не решались. Какая все-таки будет цена? Как она сформируется? В этом году на базе продкорпорации создан экспортный центр, который, в отличие от прошлых лет, уже будет закупать продукцию на экспорт не только, скажем, пшеницу и ячмень, как традиционно было. Она закупает всю линейку сельхозпродукции, отрабатывая не только растениеводство, но и животноводство. И в этом году мы уже поставили себе индикативы, параметры, какие объемы будет покупать продкорпорация. Я могу сегодня официально объявить, что именно продкорпорация в этом году будет покупать 200 тысяч тонн ячменя. И сегодня мы уже объявляем цену, что за ячмень второго класса продкорпорация будет покупать по цене 37 тысяч тенге за одну тонну. По пшенице очень много вопросов. Сегодня по покупке пшеницы мы дадим данные 1 сентября текущего года. Ну вот раз уже заговорили о деньгах, да, вот субсидии. Как в этом году есть какие-то изменения в плане свекловодов? В прошлые годы они жаловались на то, что не могут получить эти субсидии. То есть, ну, были проблемы. Да, такие проблемы были. В 2014-2015 годах свекловоды произвели столько сахарной свеклы, что наша переработка не успевала перерабатывать. Поэтому именно Министерством сельского хозяйства разработана карта переработки. И один из приоритетных направлений – это именно стимулировать бизнесменов, чтобы они стали сахарные заводы. Потому что мало того ее вырастить, надо ее переработать и получить сахар. Тут это узкое место по переработке, но мощности в Алматинской и Джамбульской области наращиваются. Это реально видим. По прошлому году, в этом году. Поэтому переработка сахара должна ставиться в первую очередь, потому что сахар мы уже имеем, сахарное свекло. То есть должна быть прямая корреляция, переработка, производство плюс переработка. Вообще до 2017 года Министерство сельского хозяйства выплативало, именно сельхозпроизводители получали 65 видов субсидий. Это очень большое количество. И мы по поручению президента пересмотрели. Именно пересмотрели так, чтобы это было эффективно. То есть сократили. Да, сократили. Это неэффективные субсидии мы отменили. И 65-11 субсидий было отменено. 40 полностью подверглась анализу, и они были пересмотрены. И 14 субсидий остались как были. То есть получается сегодня количество субсидий меньше, но деньги те же. То есть получается за счет этого перераспределения именно сельхозпроизводители начали получать больше денег. И ставка делается на малый и средний бизнес в сельском хозяйстве. Раньше от доступа фермерских хозяйств, ЛПХ, средних хозяйств не было доступа к субсидии, потому что правила были написаны для крупных товаропроизводителей. Я хочу привести примеры. 50% субсидий получало только 2% или 49 предприятий. Остальные предприятия субсидий не получали, даже не имели права на получение субсидий. С этого года мы пересмотрели, и сегодня доступ к субсидий открылся и для малых, и средних предприятий. Очень долго у нас говорили об объединении в укрупнении сельских хозяйств, именно сельских хозяйств, сельхозкооперативы. То есть с начала года было уже создано более 517 кооперативов. Было создано с начала года. Ну, какой результат? Результат такой, да, это одна из основных, скажем, глав, скажем, нашей программы. Это она влезла в стратегию, в тактику именно развития сельского хозяйства. Кооперативы — это будущие села, надо так сказать. Надо сказать, что у нас 60-70%, до 80% где-то, да, производится того же молока, того же мяса в личных подсобных хозяйствах. Но в то же время она была не востребована. Почему? Потому что был разрыв между производством личных подсобных хозяйств и переработкой. Задача министерства и в целом правительства — то, чтобы именно, в первую очередь, занятость, во-вторых, чтобы то молоко, то мясо, которое производится там, оно попадало на переработку. И в этом очень мощные меры стимулированы со стороны государства, государственная поддержка. Именно кооперативы. Именно объединение сельскохозяйственной и производственной кооперативы. Сегодня, если мы планировали по итогам года создать 326 кооперативов, то уже на 1 августа создано 517 кооперативов. Почему? Здесь надо сказать, что такая инициатива именно самих, скажем, владельцев ЛПХ, они начинают объединяться. И сегодня мы реально видим, что уже сегодня 35 тысяч тонн молока именно с личных подворья ЛПХ через кооперативы поступило на, скажем, молокоперерабатывающие заводы. Это только первые, но мы оптимистично смотрим, что будет заготавливаться большой объем. И сегодня уже 53,5 тысяч личных подсобных хозяйств объединены в кооперативы. Это хороший показатель. Надо сказать, что мы видим динамику. И динамика даже больше, чем мы даже прогнозировали, особенно по кооперативам и так далее. Поэтому мы считаем, что мы на правильном пути. И это правильный выбор. Это оценивает уже сами ЛПХ. Буквально вчера мы были в Кустанайской области. И именно представитель кооператива 6 сел объединил. Уже вначале было 10, потом 20. Сегодня у него 620 членов кооператива, которые 6 сел сегодня собирали максимум 45 тонн в сутки молока. Сегодня меньше. Почему? Потому что, понятно, сезонность. До 35 тонн молока собирают. И они поставляют поставщику и именно завода. И завод сегодня, в данном случае, перерабатывает через мороженое, скажем, через молоко, кефир и так далее. Уже экспортирует данную продукцию в Челябинскую область. И уже пошел экспортный потенциал. То есть это мультипликативный эффект от кооператива. Поэтому вовлечение в кооперативы именно по производству мяса, молока, пускай это будут яйца, перепелов, козье молоко, плодовощеводство, это только-только начало, но мы видим, что оно оптимистичное. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, уважаемые телезрители, что сегодня в нашей студии был первый вице-министр сельского хозяйства Хайрат Айтуганов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова